Обеспечение соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Анализ состояния законности и практики прокурорского надзора в этой сфере свидетельствует о злоупотреблениях со стороны управляющих организаций при взимании платы за предоставляемые гражданам коммунальные услуги. В ряде случаев причинами могут служить как умышленное допущение нарушений требований закона, так и некомпетентность организации по управлению многоквартирными домами в этой области. В настоящее время органы прокуратуры проводят значительную работу по выявлению, пресечению и предупреждению фактов нарушений в этой сфере. Положительные результаты достигаются путем проведения проверок, совещаний с участием контролирующих органов, а также управляющих организаций. Это программа «Прокурор в теме» и я представляю гостя в студии Андрей Сергеевич Фомин, заместитель прокурора Куйбышевского района города Самары. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, поговорим на заявленную тему и попрошу вас назвать все-таки какие основные нарушения в сфере ЖКХ вот как раз выявляются и нарушаются у граждан? Ну если говорить на примере Куйбышевского района города Самары, то это, надо понимать, что Куйбышевский район это чуть более 800 домов многоквартирных и более 40 организаций управления этих домами. За прошлый год мы выявили нарушения в сфере прав граждан, в сфере жилищно-коммунального хозяйства порядка 400 нарушений. Из года в год эта цифра сохраняется на таком уровне. Основные нарушения, которые я мог бы выделить, это в первую очередь неправильное начисление оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, несвоевременный или некачественный произведенный текущий ремонт, он может быть выражен в том, что у граждан в жилых помещениях производятся подтеки, подтопления и так далее. И ненадлежащее содержание управляющими организациями общедомового имущества. Это может быть выражено в несвоевременной, либо в отсутствии уборки подъездов при домовой территории, в зимний период, допустим, это может быть несвоевременная уборка снега и так далее. Кроме того, можно выделить такие нарушения, как некачественное предоставление коммунальных услуг. В зимний период особенно это выражалось в подаче ниже установленных нормы температурных режимов по отоплению батареи. То есть по данному факту мы реагировали, привлекали и сотрудников госжилы инспекции, выезжали, делали замеры. Путем понуждения и административного характера, и внесения представлений данные нарушения мы незамедлительно устраняли. — Ликвидировали. Скажите, пожалуйста, а вот как для граждан вообще нарушения в сфере ЖКХ? Прокуратура — это уже крайняя мера, когда уже никакие органы не реагируют, но в первую очередь управляющие компании, когда обращаются без действия, и уже тогда прокуратура, Андрей Сергеевич. — Ну знаете, я бы как здесь сказал, все исходя из характера обращения. Если нарушение прав граждан в сфере ЖКХ следует из того, как я назвал, в отсутствии уборки своевременно, допустим, подъездов, я думаю, что было бы более эффективно обратиться в первую очередь в управляющую непосредственно свою компанию, либо в какие-то контролирующие органы, в госжилы инспекцию в Самарской области или в Роспотребнадзор. Если нарушения касаются нарушения прав большого количества граждан, или могут впоследствии создать угрозу жизни и здоровью граждан, да, или безопасности, то, конечно же, необходимо обращаться в первую очередь в целом многоквартирный дом и его жители. — Да, необходимо обращаться в органы прокуратуры. Но в любом случае, здесь отмечу, что выбор органа, куда обратиться гражданину, остается за ним, на его усмотрение. — Андрей Сергеевич, а существует ли вообще какая-то сезонность наибольшего количества обращений от граждан? Все-таки это зима, весна, лето или осенний период? — Вот наблюдаете вы концентрированное такое количество жалоб? — Концентрация? Нет. Я бы сказал, что данные нарушения, они круглогодично идут. Единственное, что отличается характер жалобы. Если это зимний сезон, как я уже сказал, что это ненадлежащее качество поставки коммунальных уроков, выраженные в подаче отопления, либо в несвоевременной уборке придомовой территории, внутриквартальных подъездов, которые затрудняют проезд автотранспорту, да, жители, либо проходы по пешеходам, тротуарам. А если это весенне-осенний период, то это, скорее всего, нарушение связано с ненадлежащим, несвоевременным, либо некачественным проведением текущего ремонта, потому что начинается сезон дождей или таяние снега, люди начинают на последних этажах протечки, подтеки крыш, кроме того, в общедоступных местах это отопление подвалов и так далее. — Скажите, а вот в каких случаях при решении вопросов ЖКХ реально может помочь прокуратура? — Мы в любых случаях примем обращение на рассмотрение, организуем по нему проверку и добьемся логического завершения, восстановления прав. То есть наши проверки не ограничиваются только лишь внесением актов прокурорского реагирования, мы в любом случае смотрим до конца. Если это исковое заявление нами направлено в защиту прав гражданина, то по получению решения мы отслеживаем его вплоть до исполнения судебными приставами исполнителями. — Ну а все-таки каким способом нужно и можно, конечно же, подать заявление в прокуратуру? Существует сегодня наверняка несколько способов, это как и устный, и личный прием. Так вот не буду я перечислять, расскажите лучше вы, чтобы обращение было увидено, услышано, ну и, конечно, оно было исполнено. — Да, гражданин имеет право обратиться в органы прокуратуры любым удобным для себя способом, будь то личные обращения на прием к должностному лицу органов прокуратуры, направление почтовой корреспонденции, через интернет-приемную на сайте прокуратуры. — Кроме того, стоит отметить, в последнее время, значит, распространен такой способ обращения, как размещение нарушенных прав в социальных сетях, в различных пабликах. Вот такой сигнал, когда гражданин публикует в социальных сетях или в пабликах о нарушениях своих прав, для нас тоже является сигналом, потому что мы в ежедневном режиме отслеживаем, мониторим социальные сети, разные публичные паблики, и если ситуация требует вмешательства органов прокуратуры, по данному сообщению нами также организовываются проверки, и мы начинаем работать, восстанавливая нарушенные права. — Ну, наверняка же есть какая-то социальная сеть именно прокуратуры Куйбышевского района, куда также можно написать жителям, в том числе обратиться и по проблеме ЖКХ. — Нет, ну их множество, и в каждом мы отслеживаем, смотрим, да. — Хорошо. А заявители имеют право познакомиться с материалами проверки по своей жалобе, и, ну, к примеру, даже самостоятельно снять копии? — Да, у заявителя есть такая возможность, он может ознакомиться по результатам проверки, обратившись в прокуратуру, написав соответствующее заявление, ему будет предоставлена, да, такая возможность ознакомиться с материалами проверки. — Андрей Сергеевич, а прокуратуре не запрещено проводить проверки по анонимным обращениям? — Нет, мы также информацию, поступившую из анонимных обращений, также берем в работу, перепроверяем эту информацию, и если информация подтверждается, мы в инициативном порядке, да, можем организовывать проверки, проводить проверки. — А что говорит закон? Должен ли гражданин платить за некачественные предоставленные услуги ЖКХ? — За некачественные поставленные услуги гражданин может уменьшить плату. Есть определенный порядок установления факта предоставления некачественной услуги. — теплоснабжение, электроснабжение, ненадлежащего качества. Он регламентирован, этот порядок установления факта, правилами дружинного постановления правительства 354-ми. При обнаружении факта предоставления некачественной коммунальной услуги потребитель-гражданин должен позвонить в едино-диспетчерскую службу управляющей компании либо ресурсоснабжающей организации в письменной либо устной форме заявить, при этом должен сообщить свое фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид предоставляемой некачественной услуги. В случае, если сотрудник аварийно-диспетчерской службы неизвестна причина поставки некачественной коммунальной услуги, то не позднее двух часов с момента получения заявки исполнитель этой услуги должен выехать и составить акт. Важно, что законодателям, принимая во внимание возможное уклонение исполнителя услуги от составления акта, предусмотрена возможность фиксации факта нарушений без участия исполнителя после истечения установленного закона. В таком случае указан акт должен подписываться не менее чем двумя потребителями и председателем Совета многоквартирного дома. Сам акт является основанием как раз для перерасчета размера платы за коммунальные услуги. Перерасчет платы производится за период, когда услуга предоставлялась ненадлежащего качества, с даты установления факта до даты возобновления подачи услуги надлежащего качества. Кроме того, при наличии неисполненного обязательства исполнителям оперерасчета платы за некачественные оказанные или неоказанные услуги потребитель может обратиться в суд для оперерасчета. Я попрошу сейчас пример привести. Вот как раз некачественное предоставление какой-либо услуги ЖК Ханова. Согласитесь, есть и такие услуги, которые на фото и на видеофиксацию зафиксировать просто невозможно. К примеру, опять же, подача тепла, то есть не та температура. Как зафиксировать вот как бы этот показатель? Попрошу привести вас еще раз примеры. Ну, пример можно взять в качестве некачественного предоставления услуги отопления. То есть в данном зимнем периоде, значит, заявитель к нам обратился о том, что батареи у него ниже температура в квартире, ниже установлены нормы. Вот о чем я как раз и говорю, да. По данному заявлению, значит, нами была организована проверка. В рамках данной проверки были привлечены сотрудники в госжилой инспекции, был отшелен непосредственно выход в квартиру, были произведены замеры, установлено было о том, что действительно температура в жилом помещении не соответствует. Нормам данная услуга была возобновлена, составлен акт, заявителям этот акт был предоставлен для перерасчета ему за период. Ну, стоит отметить, что там период был долгий, потому что мы достаточно быстро среагировали, и услуга была восстановлена. И заявителю... Но, тем не менее... Тем не менее, там из двух дней предоставления данной услуги заявителю был предоставлен перерасчет. Скажите, а вот представление в адрес нерадивых управляющих компаний, которые вы направляете, ну, к примеру, опять же, за некачественно предоставленную услугу. И когда такая история с этой же управляющей компанией повторяется вновь, у вас меры реагирования такие же, или, может быть, уже какие-то административные санкции накладываются? Нет, за нерадивые управляющие компании есть и административные, и административная ответственность, да, по нуждению исполнять эффективно и качественно, да, свои обязательства. Привлекаем к административной ответственности, да. То есть такой опыт есть? Такой есть практика, такая сложившаяся, имеется. Штрафы в отношении юридических лиц по статьям Кодекса административного промышления достаточно великие, поэтому, конечно, управляющие компании заинтересованы предоставлять качественные услуги, качество. Скажите, а вот такой вопрос, обращались ли к вам жители многоквартирных домов с просьбой в помощи сменить управляющую компанию, ну, к примеру, если у них не получалось это сделать самостоятельно, прибегали ли к помощи прокуратуры? Нет, к нам такие заявления не поступали, вот, но в любом случае, если у жителей многоквартирных домов имеется желание, да, сменить управление, то есть с одной управляющей компанией на другую, это делается на основании протокола общего собрания собственника, который направляется в госжилую инспекцию. Продолжим разговор. Определен ли законом порядок и срок выплаты за коммунальные услуги? Да, конечно, жилищным кодексом предусмотрена обязанность граждан-потребителей, да, своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 155-я статья жилищного кодекса предусматривает о том, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если такой срок, если иной срок не установлен договором по управлению нового квартирного домом. Основанием для оплаты, то есть граждане, плата жилое вносится на основании платежных документов, предоставляемых до 1-го числа месяца. Какие последствия для граждан могут наступить, если они не своевременно вносят плату за коммунальные услуги? Вы знаете, необходимо своевременно оплачивать счета за потребленные услуги, необходимо своевременно оплачивать. В случае нарушения срока внесения денег в средства предусмотрена ответственность в виде уплаты пени, неустойок. Помимо того, возможность существует со стороны ресурсов, снабжающих организаций, приостановить или прекратить подачу коммунальных услуг. А для нанимателей социального жилья чревато также расторжением договора. Ну вот здесь, кстати, рассмотрим обратную сторону медали. Мы говорим о том, что граждане обращаются в прокуратуру, когда им предоставляются некачественные услуги по ЖКХ. Ну а ресурсы, снабжающие организации или управляющие компании могут ли обратиться также в прокуратуру, чтобы взыскать вот эти задолженности? Потому что, ну, бич, наверное, управляющих компаний есть в каждом доме неплательщики, которые не платят за коммунальные услуги и страдают, ну, по большому счету, ведь, согласитесь, целый дом. Некоторые управляющие компании еще и жалуются на то, что они не могут элементарно выполнить текущий ремонт, потому что большие задолженности по коммунальным услугам есть на домах. Ну да, да, вы совершенно правы, потому что своевременность оплаты коммунальных услуг сказывается как раз на бесперебойной поставке со стороны ресурсов, снабжающих организаций различных коммунальных услуг. А задолженность за коммунальный ресурс физических лиц может быть взыскана как в досудебном претензионном порядке, так и в судебном. Ну, здесь надо понимать, что действующее законодательство не предусмотрен обязательный претензионный порядок по данной категории дела, поэтому кредитор, ресурснажажающая организация или управляющая компания может сразу обратиться в суд. Ну, а вот каким образом с гражданом взыскивается эта задолженность? Значит, в приказном порядке, в порядке приказного производства задолженность по оплате коммунальных услуг подлежит взысканию с гражданином в случае, если размер задолженности не превышает 500 тысяч рублей. Гражданский процессуальный кодекс для взыскания задолженности к кредитору должен обратиться в суд заявление, предусмотрит возможность заявительный характер, для этого должен обратиться кредитор в суд. Судебный приказ выдается в течение пяти дней, причем судебный приказ выносится без вызова сторон, то есть без вызова кредитора, должника. И уже потом самостоятельно направляется непосредственно? В течение пяти дней, да, получает судебный приказ и направляется для взыскания. Ну, также следует отметить, что судебный приказ может быть отменен, да, со стороны должника путем написания заявления, тоже заявительный характер, заявления по месту вынесения, да, судебного участка, который вынес данный судебный приказ. Ну, а вот в чем отличие как раз вынесения судебного приказа и решения по исковому заявлению? Поясните. Ну, как я уже сказал, что да, судебный приказ выносится без вызова сторон, без должника, в течение пяти дней, лишь на основании предоставленных взыскательным документов. И отменяется также по заявлению. Вот, и по сумме должна быть, они не превышают 500 тысяч рублей за должность. А роль прокуратуры вот именно в этом вопросе, в этой части вопроса, какова? Может ли гражданин, ну, к примеру, пожаловать или попросить помощи и защиту прокуратуры, к примеру, ну, нет возможности сейчас оплачивать те же коммунальные услуги, там, в связи с болезнью, потерей работы и так далее? Принимаете ли вы во внимание вот эти вот частности, или это все-таки не ваша компетенция? Нет, вы знаете, это не совсем наша компетенция по вынесенным судебным приказам о взыскании задолженности по коммунальным платежам, но если человек к нам обращается и говорит о том, что вот в отношении него получен ресурсонабжающая организация судебный приказ, и с него удерживают пенсию либо заработную плату, в нашей практике к нам обращался пенсионер, который не обладает какими-либо юридическими познаниями, в силу возраста не мог представлять свои интересы. И учитывая то, что, хотя это не наша категория дел, мы оказали консультативную помощь. Мы составили заявление для отмены данного судебного приказа, разъяснили человеку, куда обратиться, то есть с этим заявлением человек пришел, отменил судебный приказ. И было рекомендовано, значит, законодательством предусмотрена, урегулирована такая возможность реструктуризации задолженности перед аккредитором путем заключения соглашения. То есть, например, жилец может заключить соглашение с поставщиком и оплатить сначала пение или часть основного долга. Там дальше по соглашению оплачивать без удержания с каких-либо доходов. Это вы сейчас имеете в виду, что есть возможность при большом размере долга как-то вот урегулировать этот вопрос и взыскивать его по частям. После отмены судебного приказа в данном конкретном случае как раз и было рекомендовано заявителю заключить реструктуризировать долг, что и было сделано. А можно ли вот прямо сейчас схематично разобрать этот вопрос, если все-таки пример привести, и есть такая ситуация, а в практике ваших дел наверняка такие случаи имеются. Вот что делать, пошагово, куда обратиться, ну и как этот вопрос урегулировать? Вы имеете в виду по реструктуризации долга? Совершенно верно. Но если имеется задолженность, и она бесспорная, то есть признается как и должником, то и он может доказать свою финансовую несостоятельность в данный период времени, он может обратиться как раз к тредитору, то есть к той ресурсонажающей организации или управляющей компании, перед которой имеется задолженность, написав соответствующее заявление. Данное заявление будет рассмотрено, и гражданину будет сообщено о принятом решении. А положительная практика есть такая? Да, положительная практика существует. Ну а вот все-таки могут ли управляющие компании задолженности передать коллекторам? Вы знаете, коллекторам, то есть задолженность по коммунальным услугам перед ресурсонажающими организациями, перед управляющими компаниями, организациями передать третьим лицам, законодательствам запрещена. То есть задолженность по оплате коммунальных услуг может лишь быть передана другой управляющей компании или другой ресурсонажающей организации, при этом должник должен быть уведомлен об этом в течение 10 дней. Но это когда происходит смена управляющей компании, только в этом случае можно передать долги. То есть коллекторам задолженность по оплате коммунальных услуг передаваться не может. То есть, а если бывают такие случаи, что, к примеру, гражданину звонит коллекторская компания и говорит, что есть задолженность, задолженность большая, ну и начинает третировать различными способами человека. То есть можно сразу понимать, что это звонят мошенники? Ну, однозначно заявлять об этом нельзя, конечно, но возможно это действительно коллекторское агентство и какая-то недобросовестная управляющая компания продала, передала эти долги. В любом случае, я думаю, что в данном случае необходимо будет обратиться к соответствующим заявлениям в органы прокуратуры, и мы проверим, на каком основании кто звонит в изыски данной задолженности. То есть здесь все-таки, это опять же, ваша область действия, а не полиция. Я просто хочу немножечко вот здесь вот разграничить полномочия. То есть в каком случае быстрее, удобнее, эффективнее, самое главное, обратиться в прокуратуру, а когда быстрее и проще в полицию? Нет, но если у его гражданина-потребителя действительно имеется задолженность за потребленные коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией в определенном размере, а данная ресурсоснабжающая организация подтверждает ему о том, что его задолженность передана иным третьим лицам, и ему поступают звонки, из этого можно сделать вывод о том, что действительно ему звонит коллекторская организация. В данном случае, конечно, необходимо обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы мы это незаконное действие пресекли. Но если у человека не имеется никакой задолженности, к примеру, да, соответственно, и ему названивают с какими-то необоснованными требованиями, здесь, на мой взгляд, это мошенничество, конечно, надо обращаться в органы полиции. – Спасибо. Ну и в конце программы традиционно хочу задать вопрос, который задаю вашим коллегам в том числе. Обрисуйте, пожалуйста, общую ситуацию преступности в вашем районе, который вам подведомственен, Куйбышевский. – Ну, если в двух словах, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности у нас немного снижается. Вот, преступлений, возвращаясь к нашей теме, да, нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, каких-то нарушений влекущихся собой уголовно, да, которые необходимы найти уголовную правооценку, в этом году у нас, к счастью, пока нет. – Спасибо. – Держим ситуацию на контроле. – На контроле. – Ну что же, спасибо вам большое. – Спасибо за ваши ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну, а на мои вопросы отвечал заместитель прокурора Куйбышевского района Андрей Сергеевич Фомин. Спасибо еще раз. Всего хорошего. – До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok